спойлер но это будет одна из самых ленивых недель во-первых снизилось количество людей которые идут в ремонт кстати пользуясь случаем я хотел вам показать как можно воспользоваться моим сайтом чтобы можно было напрямую качать apk-шки old gps.ru frp можете открыть old gps.ru slash frp вот так вот вам видно будет вниз мотаем и здесь вы можете найти два каких-нибудь файла например условно вам нужен сейчас скачают с любой какой чаще всего используется чаще всего используются они должны быть в порядке вообще у меня популярности quick shot cut maker как вот вы пользуетесь там какой-то junk sd или еще какой-то сайт теперь они все все лежат здесь а в разделе гамм вы можете найти для своей версии android а вот например здесь для 5 если какие-то ссылки дохлые прошу в комментарии напишите я конечно подправлю пользуясь случаем прорекламирую свой сайт old gps.ru возможно это связано с тем что большинство и бюджета было растрачено на новогодние праздники которые скоро мне кажется уже в две недели перерастут меньше людей меньше работы работа была несколько было интересных аппаратов например был ноутбук acer не уже успел убрать кстати по любуйтесь мой новый стол на который вы вкидывались самая простая столешница которая только могла быть ноутбук acer который нажимаешь выключить хоть с кнопки с хоть спуска а он вместо выключения перезагружается о нем будет прям совсем два слова если вкратце то не стоит ставить драйвера человеку с драйвера пока либо еще откуда-то нужно ставить с официального сайта и проблем не будет был виноват драйвер вайфая левый драйвер вайфая было несколько аппаратов с фрп но был один интереснейший аппарат он его я точно покажу это был дексп в отдельном ролике 570 какой-то урсуса на его примере я рассказал как теперь быть с аппаратами на спритруме у которых фрп сполерну достаточно лишь прошить это речь о конкретно новом процессе все оставшееся время у меня от него эта гребаная комната тут я сделал прям совсем две капли из того что нужно было сделать но тем не менее присверлить там кабель-канал присверлить какую-то доску еще что-то это целый квест в определенное время надо и так далее в итоге все закончилось тем что я сделал практически все что хотел но ушло на эту неделю а если так и глядеть то я по сути ничего не сделал но стол еще кто следит за моим за вами stories видели я рассказывал что к столу ножки ребята прикрутили сверху то есть стол переделывали привезли поставили ножки сверху прикрутили увезли назад делали новый поэтому это крайне ленивая неделя добро пожаловать мы продолжаем запись дня ты же программиста он будет не такой как несколько предыдущих роликов где они были по часу десяти или часа двадцати наверное у нас есть ноут эйсер у него стоит какая-то непонятная левая винда семерка лицензии наклейки нету но неисправность явно связана с windows и такой ноутбук по идее бы отдать мне готовы но сейчас есть возможность обновиться до десятки явно с десятки он активировался вот поэтому я не могу сказать каким ключом он был активирован тем не менее он обновился проблема была что он не выходит подключается к сети вай фай но не выходит но в этот момент там диспетчер устройства идет какая-то дичайшая нагрузка и ты это говорит о том что скорее что-то стороннего чать это не как сказать это очень плохая идея что-то вычислить что-то оптимизировать если делаете кому-то лучше переустановить windows но так перестановка чистой десятка с потери практически данных я думаю что я эту проблему решил еще есть планшет это планшет на ол винире momo 11 их как оказалось две ревизии о них стоит поговорить отдельно у нас проблема что он висел на заставке я вы сейчас прошел но будет конечно только на английском скорее всего но будем думать где найти прошивку с русским она шьет с программой феникс ют фойникс как он правильно называется феникс это помню для nokia скорее либо он прошивается лайф с юитом но на десятки лайф с юитом я так и не запустился нормально фоник с ют феникс ют он работает нормально я прошел полную прошивку буду сейчас думать как добыть английский проблема в том что все ссылки дохлые есть еще версия у него momo 11 speed но это не наш планшет то есть как бы вот проблема вся в том что если вы не занимаете конкретно программным ремонтом а то как от случая к случаю то вывод как раз с этим самым делом и воплетесь потому что можно не ту ревизию прошить от мира прошел а у него только серый экран за что даже только прошел я будут с трудом большим подключил потому что он из феникс ют он увидел но не переводил в режим прошивки потом стандартное зажимание плюс и подключение компьютера тоже ничего не приводила с большим трудом его сумел прошить как должен это делать обычный человек либо тот кто занимается от случая к случаю я затрудняю сказать вот тоже косяк видите кто ставил windows этому человеку сложно было эйсер написать через си как обычно как как правильно два аппарата у нас еще есть ноутбук lenovo но его кинул я в согласование я его делал в конце той недели и карта памяти не карта памяти флажка но ее может быть чуть позже покажу еще лежит huawei fsmart он фрп блокировки но нам по сути-то это ничем наверное не поможет потому что видео записывать скорее всего не буду он с разбитым дисплеем а его вроде бы надо разбирать через тест-поинт прошивать и клиент вряд ли согласится наш по дисплейный модуль вряд ли кто-то захочет по поводу п-смарта я надеюсь вы поняли что я сказал что никто не захочет меня дисплейный модуль в контексте того что ради разблокировки фрп никто не захочет менять модуль не просто так просто так конечно же имеет место быть в русский язык есть отлично мне не придется искать другую прошивку это очень радостная новость неохота больше на него тратить свое время продолжаем с хуавеем у него оказался ему ай 80 что должно было по-сильному облегчить мне задачу не облегчил хонор оказался не хонор huawei оказался с восьмым ему а старая прошивка соответственно у него работает через способ через high care меняем прокси он вываливает нам краски что не может подключиться переходим настройки в службу high care выбираем почту долго держим на джима или попадаем настройки делаем сброс настроек через восемь секунд нажимаем перезагрузка он включается этот способ есть на канале в поле с тифрп не забывайте обязательно берете человека документ подтверждающий факт покупки чек покупки гарантийник и что-то еще такое видите вот поэтому я не хотел разбирать а вообще по-хорошему его бы разобрать через через тест-поинт разблокировать но это на более новом андроиде здесь не так критично с huawei я порешал ноутбук я сейчас еще раз сохранил данные все равно еще раз переставлю windows потому что остались хвосты я вот рекомендую никогда не делать сохранение пользовательских данных отдельных сохранить потом назад заливать я сделал сохранение пользовательских данных все равно какие-то хвосты остались мне так не нравится я десятку сейчас вручную переустановлю с флешки и забуду про это у этого планшеты китайского еще оказалось что батарейка внутри болтается планируя на две-три полоски на две-три полоски самсунговского скотч батарейку посадить все там я открою она вывалилась сделать как было короче пейсер я решил разобрать сделать их обслуживание пока он у меня в руках вот и не зря там оказалось достаточно количество пыли термопаста уже в принципе ей пора на выход ноутбук dexp сейчас покажу на нем я переустановил операционку и закачаю обратно клиентские данные там ничего в принципе сложного но вот именно конкретно этот ноутбук хотел показать что зацените какая маленькая платка даже батарея больше самой основной платы это ноутбук dexp про который говорил и что меня удивило значит два ноутбука этот эйсер вы видели в видео я показал там захватил кусочек там стоял ссдшка samsung ever 860 на 500 гигов и у этого dexp тоже стоит ssd не помню насколько блин не помню насколько или то samsung был на 256 а этот на 512 или наоборот неважно что меня удивило у двух ноутбуков из трех стоит ssd то есть люди уже поменяли что является очень крутым нововведением потому что если два из трех ноутов будут ssd скорость работы скорость восстановления уэс и вообще всего-всего до вплоть даже до удовлетворения самого клиента пользование этого ноутбука будет неизменно расти это часы пор пор вантедж м кто давно на канале видели как я их прошивал на них не выбирались в настройках в меню ничего кроме того на чем последнее было сохранение то есть допустим 10 раз начало тренировки все и он дальше никуда не уходил ничего не менялось я на нем сделал сброс настроек прошлый раз кажется обновил могу путать но видео точно есть на канале и отдал полгода им попользуюсь все отлично и сейчас снова она его принесла сын приехал со сборов и они снова зависают на последнем пункте не дают ничего выбирать я сбросил настройки вы вышел новое обновление в конце декабря и накатил это обновление все можно отдать все переключает все работает повторный ремонт спустя полгода денег брать не буду не знаю что то мне кажется как-то ты наверно неправильно хотя может быть пару-тройку сотен наверное можно можно взять power мне кажется чуть похоже чем garmin но мои субъективные ощущения я могу ошибаться это ага мобайл freedom access что ли называется это телефон с фрп как вы видите я не понимаю почему их продолжают сдавать в ремонт я как бы думал что они уже вымерли тем не менее у кого-то на руках они все равно есть я не предполагаю так как нет надписи с ip адрес мы с мак адрес между не помню конкретно показывает что скорее всего это android будет 5.1 отвлекли дальше сто лет я здесь не было ребята лицензия любой текст поиск с таким старым андроидом я уже тысячу лет не встречался вот я думал что такие старый аппарат уже сдавать не будут 5.1 я прав на номере сборки параметры разработчика не открываются очень грустно все значит его разблокирую с компа а такой ролик вы скорее всего найдете на канале в полисти фрп кстати пользуясь случаем я хотел вам показать так назад еще выйдем я хотел вам показать как можно воспользоваться моим сайтом это отличная возможность так нам нужен chrome либо из хрома либо из какого-то другого браузера я переложил файлы какой-то стандартный сайт он мне не интересен я переложил сайт этот файл на сайте чтобы можно было напрямую качать апк-шки если вдруг он режет ссылку а такое бывает я пока не разбирался с этим я думаю что сложности не возникнет oldgps.ru кому интересно oldgps.ru качаются как zip архивы но я думаю что все это решаемо он пока еще не проиндексировал с поисковыми системами поэтому через яндекс гугл его сложновато будет найти так это короче гонимая фигня которая открывается это стандартная страница в браузере и она видать давно очень не открывалась начала грузить всякую дичь так меню через кнопку меню если мобильно лезть вот кстати вот с этим ничего не могу сделать косяк в шаблоне frp можете открыть oldgps.ru свозь frp вот так вот вам видно будет вниз мотаем и здесь вы можете найти два каких-нибудь файла например условно вам нужен ну сейчас скачают с любой какой чаще всего используется чаще всего используется они должны быть в порядке вообще у меня популярности quick shot cut maker на большущую синюю кнопку окей если вдруг он апк переделывает в zip ну тогда надо будет переменовать потому что я на каком-то самсунге с этим столкнулся нет а пока стал а пока скачивает как вот вы пользуетесь там какой-то ru junky sd или еще какой-то сайт теперь они все все лежат здесь а в разделе гамм вы можете найти для своей версии андроида вот например здесь для 5 если какие-то ссылки дохлые прошу в комментарии напишите я конечно по отправлю пользуясь случаем прорекламирую свой сайт oldgps.ru прорекламировал свой сайт пользуясь случаем заодно коль разблокировку не показал пока делаю ремонт студии уже можно в принципе через пару дней даже вам наверное частично показать так полу ремонт полу ремонт полу студии это redmi redmi note 8 pro по моему он называется здоровый вообще капец тяжеленький такой ну прикольный но я бы себе подобный аппарат наверно не брал потому что он реально здоровый то есть даже как ну айфон кажется здоровым этот прям даже лишка ну тем кому нравится полу планшета я думаю что зайдет он с ми аккаунтом вот разблокируемый аккаунт но после того как человек согласится на нормальную цену потому что во первых я не могу посмотреть его и мы не программно никак то есть как минимум нужно заказать по коду вот поэтому по замку которому он там может стоить около трех баксов потому что других способов мы я сейчас узнать не нахожу ни ми флэш про ни какие то другие ну только если конечно разбирать разбирать не охота и разблокировку вот как клиент если согласится на такую большую стоимость вот тогда будем делать а так пусть пока полежит коробка от него есть чека от него нет и как бы в моем понимании он не похож на ворованный конечно если принесли его без документов я бы наверное задумался именно конкретно этот аппарат конкретно от этого человека стал уже убирать этот аг и увидел в 1с что его уже сдавали с той же самой неисправностью с разблокировкой килл свеча в ремонте телефонов тоже бывают разные травмы вот сейчас у меня травма может быть пальца потому что на навигаторе с фолман разъем его нужно обновить клиент не хочет делать разъем чтобы он виделся компом потому что ему достаточно того что он заряжается но тем не менее держать я его уже устал у меня уже палец болит мне кажется я его сейчас сломаю вот и как бы не хочется терять клиента с обновлением но и разбирать он не дает потому что ну как бы не охота это во первых бесплатно делать во вторых это еще и времени много займет вот держишь пальцем чтобы ничего не отвалилось ах мой палец это ноутбук приятеля моего коллеги он принес вообще на нем поменять жесткий диск потому что он стучит но заодно надо сделать техобслуживание потому что здесь вообще катастрофа сейчас пойду надо пылесосить все это дело продувать вот а жесткий поменяю на ssd ssd я сразу подобрал вот самую простую как он и просил и ее махну нокия 1 это по моему 1027 или 1047 я уже не помню точно пакетик сам в кадр захотел заехать очень удобно его и пупырку использовать маленькие одноразовые пакетики с пупырки с алиэкспресс можно заказать при клиенте их в пакете кладешь или в пупырку чтобы клиент думал что как бы ну что все в сохранности будет его и на нем фрп блокировка но я просто хотел напомнить что тем кто у кого есть хоть какой-то минимальный поток они там один два телефона в день рекомендую воспользоваться каким-нибудь октопусом фрп толом либо usb версии либо вот такой вот но это боксовская старая уже она не нужна можно просто don't go купить и снимать блокировку им потому что на nokia даже вроде они шить сейчас научились их заключительным я думаю в пятницу аппаратом будет планшет asus это прям совсем ленивая неделя у меня что-то получилось это me 302 c кажется так называется у него его пришлось разобрать потому что он был послесторонней мастерской и у него он не включался его разобрал отключена батарейка акб и выяснилось это из-за того что у него в циклической перезагрузке тут клавиши отлипшие то есть эти клавиши тоже проверяли может быть думали что клавиши залипшие перестегнул он пристегнул батарейку включил и все он начал циклической перезагружаться но по крайней мере на какой-то десятый раз он зашел в режим фазбута это самое сложное из всего что может быть потому что если на нем вшатать фазбут а он на интеле то начинаются танцы с бубнами так как как бы сложно это ничего в принципе если вы сделали хотя бы там 3-5 аппаратов но так как эти аппараты приходят редко lenovo k 900 еще что то ну прям совсем редко много в принципе на интеле но не так часто они приходят в ремонт как чтобы поднатаскаться и чтобы восстановить фазбут необходимо прошивать сразу тремя что ли программ вот я не помню там три надо каких-то драйвера разных под десяткой не очень хочется не хочет шиться иногда нужно семерку и вот короче начинается вот вот этого катавасия а он у меня взошел фазбута то есть какого-то там раза и каким-то чудом просто я попытался прошить попробовал прошить через фазбут ничего не получилось есть прошивка roll но шить ее нечем у меня на сайте в разделе программы в разделе по производителям для asus я отдельную статью на сайте сделаю лежат 3 или 4 программы asus flash tool там разные модели в них может могут быть но ни в одной не оказалось этой модели не знаю почему так хотя прошить asus flash tool проблем roll прошивка проблем особых не составляло бы но нечем и каким-то чудом прошилась прошивка roll с флешки фазбут выбрал sd апдейт и прошился если конечно не было у меня фазбута это были бы те еще танцы но на планшет я потратил прилично времени просто из-за того что хотел прошить его с компа хотя надо было попробовать сразу флешки прошить сейчас буду проверять все остальное и наверное последний я погорячился еще надо будет ноутбук про acer поговорить ну и вставлю вам небольшую речь о том что случилось со мной за эту неделю dex 540 ursus 540 или 570 570 про него будет отдельный ролик про разблокировку фрп на новых спритрумах но надо про него обязательно сказать что кому лень смотреть просто прошейте прошейте баковские файлы проблема уйдет и все это из-за того что загрузчик заблокирован на аппаратах на спритруме где загрузчик заблокирован вам достаточно просто его прошить с этим dexp он все просто я с ним вполне себе разобрался планшет asus я сейчас отдал вместе с этим а ноутбук acer который обещал показать там даже показывать смысл никакого он не имеет старенький acer на котором теперь стоит ssd и чистая лицензионная винда вот так прошла моя неделя она была неделей ленивца я вообще не понял как она пролетела куда она пролетела и короче даже от нее по сути ничего не осталось напоминаю что все самое интересное и важное и полезное с моего канала в пользу полезное вы вступайте в нашу группу вконтакте ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал